Для нас небосвод, солнце, луна, звезды, да, мы смотрим на это глазами обыкновенного человека, как обыденное явление, так должно быть, мир так устроен, в принципе, мало, может быть, когда-то в 15-16 лет, может быть, а может и нет, смотрели на небо, удивлялись, гуляй, может быть, восхищались даже, может что-то, что-то пробуждалось, но с тех пор человек занят своими делами и особенно внимания не обращается, но он говорит наоборот, присмотритесь ко всему, что есть вокруг, присмотритесь, не надо быть астрономом, не надо быть человеком даже, который знает все современные открытия. Книга обращается к самому простому человеку, тем более человеку, который жил около 800 лет назад. Достаточно посмотреть на все те блага, которые это нам дает. Про солнце мы уже говорили, она дает нам все, практически всю жизненную силу без солнца, то есть без той энергии, которая поступает от нее, без света, без тепла, по-видимому, вообще ничего бы в мире бы не было. Для нас это само собой разумеется, что вы хотите без этого, но это дает нам, это источник, это источник тепла, источник энергии, источник того, что мы видим все в мире. Естественно, что это нам кажется само собой разумеющейся, иначе мы бы тупо не жили бы, верно, но мы тут живем, и мы живем благодаря тому, что это есть. Поэтому, если мы хотим мыслить по-еврейски, то есть наоборот тому, как принято в этом мире, то именно по этой причине мы должны увидеть благо это и благодарить Творца за это, что Он нам это дает. Точно так же все остальные светилы, видим, что есть Луна, есть звезды, естественно, что можно на это все смотреть глазами астронома, астрофизика, изучение там галактики, так прочее, прочее, все очень хорошо, несомненно, все это достойно внимания, нужно это изучать. Глаза простого человека, это сейчас мы дальше поймем, сколько создает возможностей существования Луны, существования звезд и так далее, сколько благ это доставляет человеку. Самое простейшее, что, по крайней мере, и в темное время, то есть во время отсутствия света, солнца, тем не менее, мы можем видеть даже и ночью, нам помогает свет от Луны, от звезд, хотя бы минимально. Я уже не говорю обо всем остальном, на что тут намекает нам самый царь Давид в своих псалмах, на что говорится тут словами «знаки мудрости и могущества, чего не может вместить человеческий разум». Действительно, нам очень-очень тяжело вообще понять замысел Творца, если мы смотрим в космос. Это не наша тема, это отдельная тема, очень-очень интересная. Действительно, всегда вопрос, который человека может поразить, если он мыслит с точки зрения Торы, с точки зрения Творения, мы видим колоссальный мир. Где мы находимся? Мы находимся в самом центре мира. А, и спросите людей, ученых. Э, мы вообще в захолустье какая-то там галактика, где-то мы там вертимся вокруг неё. Удобном месте, кстати говоря, очень-очень удобно, согласно ихнему пониманию. Тем не менее, тем не менее, это псы, ещё одна какая-то звёздочка, которая вертится, и случайно вокруг неё образовались на удобном расстоянии планета под названием, которую мы дали, Земля и так далее. Там создались эти условия случайно. Но это взгляд материалистов для того, чтобы иметь возможность подобно утверждать. Сначала надо доказать, что материализм – это истинное учение. Но пока ещё это не установили ни сами философы. И это не следует ни самой науке. Наука использует, исследует материю. Но это не значит, что это единственное, что существует. Поэтому наш взгляд, он совершенно другой. Мы смотрим на это с точки зрения духовной. А в духовности нет расстояний. В духовном мире нет этих колоссальных расстояний до звезды, до удалённой галактики и так далее. Там это не существует. Это существует в своём единстве в духовном мире. Поэтому весь этот мир, который мы видим, это не колоссальный мир с миллиардами галактики и так далее. Это мир единственный, который с точки зрения духовного мира над ним, он видится совершенно по-другому. Это мир, где проявляется связь в этих всяких галактиках и звёздах, проявляется связь между миром более высшим с миром более низшим. Точно так же, как в человеке есть то самое тонкое, что связывает тело с душой. Помните, мы говорили, типа крови, как мы говорили об этом. То есть во всём мире материально, есть то, что связывает этот мир, мир грубый материальный. С миром более духовным, всегда переходник, везде находится. Мир, который мы видим, это вся вселенная, которую мы и наблюдаем. Несомненно, что наш разум человеческий, он не может вместить понимание этого. Это выше нашего понимания. Вот эта вся астрономия, всё, что мы наблюдаем вокруг себя, тяжело себя представить и соразмерить. Человеческий разум не способен всё это вместить, чтобы понять весь замысел Творца именно в этом. Но постепенно, особенно к концу дней, он будет раскрыт, мы будем понимать всё больше и больше, что есть что и что было сотворено для чего. Итак, мы видим, что мир вокруг нас светило, всё, что с ним, их недвижение, всё, что происходит. Кстати говоря, мы не говорим о про астрологию, обратите внимание. Встречал людей очень антеистически настроенных. Два слова про астрологию. Которые верят всем сердцем в астрологию. Теперь попробуйте обратиться к ним и спросить их простой вопрос. Секундочку. Ничего не понимаю. Вы верите в астрологию. Но вы не верите, что есть ни духовность, ни ничего. Как это совмещается одно с другим? Что такое астрология? Верите, что какое-то расположение звезды на небесном небосклоне, которое, по вашим уже соображениям, совершенно случайно там образовалось, оно влияет на вашу судьбу? Вы нормальный человек? Вас надо упечь куда-то в это место, где таких людей задержат отдельно, чтобы они не мешали другим нормальным ходом мысли. Люди нерациональны. Другое дело, совершенно человек изначально, человек религиозный, который верит в творение, в том, что есть духовный мир и так далее, и так далее. Может быть, это и понятно. Вот каким-то образом мы тут не пытаемся эту тему разъяснить, но хотя бы приблизительно приблизить и к её пониманию нашему. Действительно, если мы понимаем о том, что связь между миром духовным и миром материальным, он проходит именно через небесное светило. И, как сказано о том, что нет души в мире, которому не соответствует какая-то звезда в этом мире. О, то мы начинаем понимать о том, что судьба каждого человека в этом мире, она в каком-то степени, она проявляется в этих светилах, которые видим на небосклоне. Совершенно другое восприятие. Можно это как-то понять, что это так? И действительно, с точки зрения Торы, астрология, она содержит в себе здравый смысл. Но это только нужно смотреть на неё по общей картине взгляда еврейского, который есть на мир. Единственное, что эта астрология современная, она не соответствует тому, что было. А знания, знания, истинные знания, действительно расположение звёзд, которые соответствуют судьбам человека. Как это видеть? Знания эти утеряны. Не то, что есть у нас, по-видимому, крупица того, что осталось. Тогда мы особенно их не доверяем, поэтому всем тем я встречал не одного еврея, который очень влёкся астрологией, то тут мы ему скажем, что лучше всего этим не заниматься. Скорее всего, это профанация. Продолжим дальше. Но величайшее чудо из всех великих творений, с которыми встречаются ежедневно глаза человека, это небо. Мы с вами обращаем внимание на то, что захватывает наш взгляд. Что нас захватывает наш взгляд? Солнце весь взгляд захватывает. Луна, звёзды. А где тот фон, на который совершенно мы точно не замечаем? Видите? Каждый раз, каждый раз мы вернёмся к той же точке. Вся проблема, что мы в качестве детей, однажды восприняв реальность вокруг, мы остановились как бы в своём развитии. Ну, есть небо. Ну и что? Именно потому, что это небо является фоном всего. Менее всего мы это замечаем. Когда мы замечаем небо? Ну, скажите, когда? Когда облака появятся? Почему? Потому что облака. Говорят, а, не, не, облака, нехорошо. Сейчас дождик будет. Небо. Мы замечаем. Говорит он, обратите внимание, где бы ни находился человек на земле, он видит половину небесного свода, охватывающую землю. Представляете? Где бы он ни находился? Интересное явление. И увидит, что нет предела могущества и мудрости величия того, кто сотворил всё по этому желанию. Одно небо к чему стоит? Дальше он будет говорить, возвращаясь снова к этой теме, он говорит, смотрите, удивительно, что цвет чистого неба полезен и укрепляет зрение. Какой цвет у нас небес? Голубой. А почему он голубой? Почему он голубой? Давайте сначала скажем пользу этого. Цвета, как известно, они распадаются на весь спектр цветов. Есть самые разные цвета, да, мы знаем. Если мы хотим... Обратите внимание на психологическое влияние цветов на нас. Мы... До такой степени кто-то мне рассказал, что есть даже какая-то терапия, цветотерапия лечит цветами. Есть влияние огромное на душу человека. Душа человека как-то привязана, кроме музыки и запахов, что это непосредственно влияние на душу. Оказывается, и цвет так же и влияет. Цвет не проходит через когнитивное восприятие человека. Напрямую. Если мы хотим что-то, что-то необыкновенное, это красный цвет, верно? Что-то, взрыв, то, это, красный цвет. Хотим солидное, спокойное, уравновешенное. Что это? Чёрный цвет. Чёрный цвет. Хотим какое-то спокойствие, какое-то вообще такое, знаете, такое, такое умиротворённость, такое... Куда мы пойдём, если мы захотим, знаете, успокоиться? Ну, куда мы пойдём? В лес. В лес. А что в лесу? Есть приятный зелёный цвет. Куда мы ещё пойдём? На море. На море есть тоже, обратите внимание, море, которое сливается практически порой с небесами. Полное спокойствие, умиротворённость. Человек хочет достичь, он может сесть на берегу моря. Слезно, ровшак. Всё время, когда ещё он мог, ровшак, и говорят о нём. Время от времени в Йом-Ши-Ши, в пятницу, он со своим помощником, а было какое-то уединённое место, он приезжал, сидел 15 минут около берега моря, сидел, никто ему не мешал, возвращался назад. Действительно, это что-то, это что-то потрясающее. Вдруг, просто море, а тут, а цвет сам, который есть, цвет небес, который вокруг нас, они влияют необыкновенно на нашу душу. Просто присмотреться, сесть, вот так вот, смотри, ай, теперь, интересно с этим светом, там просто интересно присмотреться, да, что он дальше, он говорит, он говорит, он относительно тёмен, и имеет особое свойство помогать глазу, если бы небо был белым, это было бы вредно для глаз, всех животных слабляло, и подобным же образом мы находим и другие признаки мудрости во всех творения. То есть, что есть, что есть, что есть, вот этот свет, не просто так он установлен, не просто так установлен. Теперь давайте спросим, а-а-а, секундочку, а откуда этот цвет вообще появился? Откуда цвет появился? Я надеюсь, все знают о том, что никакого цвета нету. Нету цвета вообще в свете. Во-первых, свет мы не видим. Давайте начнём с того. Свет прямой мы никогда не видим, мы видим только какой свет отражённый. То, эф. Теперь, когда человек всегда находился в убеждении о том, что вокруг нас, вот, небеса не имеют такой свет, когда первые космонавты полетели в космос, то по мере того, как они поднимались вверх, они вдруг обратили внимание о том, что вместо того, чтобы всё стало всё больше и больше, они двигались по направлению к Солнцу, источнику света. Что можно было ожидать? Что будет больше света? Чем больше они поднимались в эту сторону, оказалось, что всё окружение всё больше, становится более тёмным, темнеет и темнее. Пока оно вообще стало тёмным. Оказывается, что нет никакого возможности. Если бы не было бы, другими словами, если бы не открыли это явление, если бы не было, то же называется, атмосфера, и не было в этой атмосфере кислорода, то мы бы не видели бы и ни света. То есть, что делает атмосфера? Она рассеивает, она отражает, во-первых, сама атмосфера, она отражает этот цвет и рассеивает его, и создаёт вот это единство этого цвета, который вокруг. А сам цвет, он устанавливается наличием кислорода в этой атмосфере, потому что это, не будем ходить в технические детали, как именно это происходит. Другими словами, мы видим колоссальное благо, которое Творец установил, как бы, между прочим, дав нам и атмосферу, и необходимый кислород, и заодно он же тот, который позволяет нам создать приятную атмосферу для человеческой души. То есть, мы снова видим полную гармонию, которая есть в этом мире. Полное соответствие, как сцена жизни, она полностью подстроена под строение человека. Всё существует в единой гармонии. И дальше продолжает Дарбейну Бахи и говорит, смотрите, смотрите, давайте остановимся. Он тут вдруг переходит к убеждению. не просто так указать нам на тот добро, который мы просто окружены со всех сторон, а хочет нас чуть-чуть пробудить и убедить. Смотрите, как он это пытается делать. Он говорит, смотрите, когда мы видим какие-то остатки строений, возведённых древними людьми, нас поражает способность их построить что-либо подобное. ибо то, что мы видим, даёт представление о физической силе и целеустровлённости тех людей, дерзнувших выстроить себе подобные крепости. Очень хорошо. И если так сильно впечатляет нечто столь небольшое и не добавляющее много к нашим собственным свершениям, сколь же должно быть потрясать нас, творение неба, земли и всего, что есть на них. Без труда и усталости, без напряжения, изнеможения, то есть творение из ничего и ничем не вынуждено, но только по боли и желанию его, как сказано в фильме, словом Всевышнего небеса сотворены и дыханием уст его всё воинство их. Если перевести это на современный лад, то то же самое, что он сказал, как бы мы бы сказали. Мы вдруг обратим внимание о том, что вот человек, чему он удивлён и поражён? Чему он поражён? Казалось бы, чему надо удивляться и поражаться? Необыкновенная какая-то сложность и чего-то такого. Вау! Теперь представьте себе, что у нас есть ситуация, в которой, значит, двое, предположим, людей или там, один вытаскивает прибор и показывает, на, смотри, шестое поколение, или, не знаю, десятое поколение. На, смотри. Тут вот это да! То есть, вот это да! Вот это да! Помню картину перед моими глазами разговора двух людей. Не могу я забыть, было уже много лет назад, поэтому не удивляйтесь тому, что это два программиста разговаривали. Или любители, я не знаю, я не знаю, кто они были, я просто это слышал, подслушал, что называется, без желания на то. Говорили громко. Так, тогда компьютеры, они, как известно, они каждый раз усовершенствуются, и память увеличивается, и вот один держал новости компьютерной жизни, и он прочел о том, что уже скоро должны выйти новые компьютеры, и память их будет гига. Гига, я не знаю, как там. Вы не представляете, какое-какое вот... Он был в таком воодушевлении, он был в таком возбуждении, он начал трясти своего друга, ты представляешь, сколько у нас будет возможностей, если у нас будет память одна гига. Я не знаю, представляете, сейчас уже не знаю вообще сколько, да-да, он-то был вон. Понимаете? Нам покажи какую-то эту электронную игрушку, которую... Вот букашка рядышком, моровей. Вы знаете, что одна ее лапка устроена в миллиарды раз сложнее, чем все ваши эти гига-шмига со всеми компьютерами? Одна ее... Я не говорю про... Клетка, она сложнее всего, что человек затворит. Мы вообще не замечаем это. Не видим. Почему? Природа. Понимаете, что с нами сделали? Освободили вот этот атеизм, освободил человека вообще от какой-либо... От пропорции того, чему даже удивляется. Можно ли сравнить, если вы удивляете от сложности этого... вы же говорите о том, что это случайно? А человек это звучит гордо. Ну, чего человек добился со своей гордостью? А, сделал компьютер, такой... iPhone 5, очень хорошо добился. А можете муравья сделать вот такого? Муравья, вы можете... Вы клетку... Вы не говорите, приблизительная муравья сделать. Значит, получается случайность. Она гораздо мудрее, чем все мудрецы, с которой гордо звучат. Не будем касаться снова той же самой больной темы. Она для нас не так проста. Не просто и разучит. Мы не удивляем? Или вот пример, которым приводят. Не надо действительно... Действительно человек поражается. Вот пирамиды, пирамиды. Скажите, есть кто-то, кто не восхитился? Вау! Пирамиды их откопали где-то. Помогите мне. 150 лет назад, 20 лет назад. Их не видели. Их они были закопаны. Когда их откопали, вдруг, кто не понял, как человек еще тех времен был способен построить такое колоссальное здание. До сих пор непонятно, как со современными средствами можно построить подобные пирамиды. Люди с примитивной технологией того времени, им удалось построить. И не просто так. Они все настроены. Там столько мудрости обнаружили во всех этих пирамидах внутри ее, во всем построении ее, во всей архитектуре и инженерии, во всем прочем мы видим, поражен. А что такое? Почему вы поражены? А почему? А что, миллиарды лет не могло произойти? Вы же миллиарды лет. За миллиарды лет случайность не могла хотя бы какую-то пирамиду? Человека нет проблем. Человека, который со всеми, невозможно себе даже представиться, сказать, сложность, выразить даже словами, это случайно, проблем нет. Ну, пирамиду нет. Почему пирамиду нет? Сидим восхищается. Вау, смотрите, пирамида. Что пирамиду? Посмотрите на небо, посмотрите, вокруг пирамиды. Посмотрите, что есть вообще камни, что есть вообще молекулы, не знаю, посмотрите во все это, что из-за все стоит. Где человек, куда его зарыли? Куда нас зарыли? Если человек уже может удивляться пирамидами, ну, то тем более должен удивляться и всем остальным миром, который вокруг него, который позволил построить такие пирамиды. Все должно, сколько же должно было бы потрясти нас, творения, неба, земли, всего, что есть на них, это должно потрясти нас. Посмотрите, у всех мира и все вокруг. Не на то, что человек там добился. Все человек. Продолжение следует...